Продолжает давить Бетербиев Что-то опять там показывает Модерна Все ему не нравится, ну конечно, можно понять Ну кому нравится, когда бьют? Ну если только Брэндону Риосу Риос говорил, что для него бокс это Я не буду говорить, с чем он сравнил Но в интернете всегда можно найти Ну и здесь еще один такой момент Бетербиев, он не чувствует угрозы, жесткости от Модерны Потому что даже те удары, которые он пропускает А пропускает он их, в общем-то, немного Они не тяжелые, не острые Даже ватные, назовем их так Поэтому Бетербиев, видите, спокойно Руки может развести в стороны, так пофинтить Да, ну вот мы видим, насколько спокойно Артур Принимает удары соперника в себя, даже не в блок иногда Лоб подставляет, то есть ничего страшного Вот эти удары в клинче от Артура, они весьма и весьма опасны Мы прекрасно знаем, что Артур в состоянии нокаутировать Или отправить нокдаун вот с такого близкого расстояния Товарищ Клауд это подтвердит прекрасно блистательный удар справа весь зал это услышал а вот первый нокдаун причем было ощущение что модерна так думал присесть не присесть потом решил ладно присяду отдохнул так еще и каппа у нас покинула свое законное место что дает еще немного времени модерне для того чтобы восстановиться мы знаем подобные тактические хитрости когда каппа специально и намеренно выплевывается для того чтобы выбрать себе время вот опять тот самый оверхэнд о котором мы говорили идет добивать оппонента артур модерны к этому уже похоже готов вопрос только в том продержится ли до конца раунда модерна опять каппа я думаю что фанаты бокса прекрасно помнят наверное величайший поединок в истории легкого веса между фаса луисом кости и диего каралесом первый бой и вот там как раз таки каппа которую каралес выплевывал в десятом раунде дважды в общем по сути помогла ему и выиграть в итоге поединок да все помнят этот раунд который навсегда вошел в историю бокса и постоянно многие его пересматривают это действительно был великий раунд ну что ж дожил все-таки модерна кстати каппа помогла ему дожить до конца раунда между прочим да но не поможет она ему дожить до конца боя потому что еще только четверть поединка миновала три раунда позади а будет запланирован на 12 здесь модерна уже нужно по сути проиграл вопрос только в том когда все закончится а вот артур бетербеев такое ощущение что даже не вспотел да у него часто бывает бой закончен соперник лежит на настиле а артура такой вид и в общем спокойный как будто он и не принимал участие в этом поединке так наблюдал со стороны что четвертый раунд модерна в предыдущем раунде дважды побывал на настиле пропускает два жестких удара от бетербеева но теперь уже артур наверное пойдет до конца и будет дорабатывать соперника но модерна смотреть решил пободаться решил включить гаучо да что включить гаучо наверное нужны пистолеты мушкеты в ринг не разрешают их проносить можно действовать по трибунам помещения здесь в ринг сайде находится но есть у него пара мушкетов это его руки тем не менее но все модерна говорит позовите мне кого-нибудь или выбрасывай полотенца просит своего корнермена болельщики гудят все но она наверное и правильно потому что ничем хорошим бы для модерна это не закончилось если бы он продолжил упорствовать актур бетербеев еще раз доказал что в этом дивизионе он является собой силу с которой нет но не то что придется считаться является одним из реальных претендентов мировой титул насколько уверенно спокойно ничего лишнего вот что еще да отличает бетербеева от многих боксеров каждое движение для чего-то никакого сумбура никакой суеты вышел как запрограммированный отработал давайте еще раз посмотрим как артур выиграл этот поединок там уже начал в отчаянии просто бросаться на соперника модерна пытаясь сделать хоть что-то но сделать уже конечно ничего было здесь пропустил удар сбоку справа модерна причем удар то в общем даже немножко вскользь пришел сюда это не было таким плотным жестким попаданием но не совсем понятно ну модерна был повод упасть вот был и понятно что он рукой показывал видимо секундант тренер мог сказал что я бы останавливаю модерна так кивнул интересно вот именно роя что за жест рукой был но это уже и не важно петербеев в десятом своем поединке на профессиональном ринге одерживает десятую победу десятую досрочную пока так ни один из боев артура не продлился всю запланированную дистанцию даже когда дистанция была не очень длинные начинал в первых боях с 4 и 6 раундов здесь уже артур проводит бои которые запланированы аж на 12 и уже на данный момент десятого боя у бетербеева есть копилки две победы над экс чемпионами мира таворисом клаудом и габриэлем компиев да с одной стороны партур встретился с ними конечно когда они уже были не на своем пике и довольно далеки от него но тем не менее как он их победил когда вот именно победа еще впечатляет что он их не просто победил уничтожил буквально 56 секунд четвертого раунда официальное время остановки этого поединка все еще не имеющий поражение ну что ж артур одерживает победу мы на этом с вами прощаемся для вас работали григорий стандарт роман мазаров счастливы друзья удачи